Том 13. Глава 1. Россия перед эпохою преобразования. Великий государь. Случаи, когда он являлся предподданными. Выходы и походы. Его семейные торжества. Обеды во дворце. Служня великого государя. Служня, собиравшаяся на крыльце и служня, собиравшаяся в передней. Их интересы. Местничество. Комната и доклады. Сиденье великого государя с боярами о делах. Соборы. Помещики. Новое войско. Военные поселения. Казаки и стрельцы. Кормление ратных людей. Кормление от дел. Приказы. Кормление по городам. Вид древнего русского города. Воевода. Губной староста. Земский староста. Главные интересы горожан. Подати. Службы горожан. Кормление воеводы и подьячих. Столкновение горожан с воеводами, земскими старостами. Борьба между лучшими и меньшими людьми. Отношение к верховному правительству. Судьба преобразований ордена Нащекина в Обскове. Торговый устав. Сельское народонаселение. Смысл крестьянского прикрепления. Стремление крестьян к образованию своих отдельных от города миров. Печальное положение крестьян. Необходимость переворота. Новые учителя. Раскол. Обличение. Церковные соборы. Затруднительное положение духовенства. Значение Никонова дела. Иосиф Коломенский. Духовник Савинов. Церковные имения. Вопрос о детях белого духовенства. Нравы и обычаи. Поворот на новый путь. Театр. Литература. Затруднительное положение. Столько разнящиеся между собой половины Европы. Должны были иметь очень различную историю. Мы знаем, как выгодны для быстроты развития общественной жизни соседство моря, длинная береговая линия, умеренная величина резко ограниченной государственной области, удобство естественных внутренних сообщений, разнообразие форм, отсутствие громадных подавляющих размеров во всем, благорастворение воздуха, без африканского зноя и азиатского мороза. Эти выгоды отличают Европу перед другими частями света. На эти выгоды указывают как на причину блестящего развития европейских народов, их господство над народами других частей света. Но указывая на эти выгоды, должно разуметь только Западную Европу, ибо Восточная их не имеет. Природа для Западной Европы, для ее народов была мать. Для Восточной, для народов, которым суждено было здесь действовать, мачеха. Если исчисленные природные выгоды содействуют ранним и сильным успехам цивилизации, то понятно, почему на историческую сцену прежде всего являются южные полуострова Европы. Почему древний цивилизованный мир, Римская империя, обхватывал в Европе южные полуострова, Галлию и Британию. Значит, южную и западную окраины. Средняя и северо-западная Европа, Германия и Скандинавия присоединились к римскому миру, то есть греко-римской цивилизации. После за ними примкнули к ней западные славянские племена и, наконец, уже очень поздно предъявляет свои права на европейскую цивилизацию и государство, заключившее в своих пределах Восточную Европу. Таким образом, в истории распространения европейской цивилизации мы видим постепенное движение от запада к востоку по указанию природы, ибо на западе сосредоточиваются самые благоприятные условия для ранних успехов цивилизации и постепенно ослабевают, чем далее на восток. Любопытно в этом отношении заметить пределы, где в Европе останавливается наплыв диких азиатских орд. Народов первичного образования. И здесь видим ту же постепенность. Наплыв гуннов останавливается на каталонских полях в Галии, а Варам прегражден дальнейший путь в Германии. Мадьяры засели далее на востоке, в Панонии. Татары не могли и здесь остановиться, но наводнили восточную равнину, где и прежде их толпились подобные им народы. Вся эта погонь, по выражению наших предков, всплывает постепенно отсюда на восток, уступая Европе восточную ее половину. Но между поражением Аттилы при Шалоне до покорения Крыма Екатерину Великую, когда должно положить окончательное очищение европейской почвы от господства азиатцев, прошло сколько веков? На столько веков, следовательно, история дала ходу вперед Западной Европе перед Восточную. Юго-западные оконечности Европы, впрочем, подверглись в средние века нашествию жителей азиатских и африканских пустынь, арабов, которые надолго утвердили свое владычество на Пиренейском полуострове. В этом отношении при первом взгляде судьба юго-западной оконечности Европы сходна с судьбою Восточной ее Украины, судьба Испании сходна с судьбою России. И Фердинанд Католик, положивший конец владычеству арабов в Испании, современник нашему Иоанну Третьему, при котором спала татарская ига. Но какая, однако, разница? Что заимствовали испанские вестготы и другие европейцы у цивилизованного араба, и что могли заимствовать русские у татарина с товарища – башкирца, чувашинина, черемиса и тому подобное? История мачеха заставила одно из древних европейских племен принять движение с запада на восток и населить те страны, где природа является мачехою для человека. В начале новой европейско-христианской истории два племени приняли господствующее положение и удержали его за собой навсегда – германское и славянское – племенобратья одного индоевропейского происхождения. Они поделили между собой Европу и в этом начальном дележе, в этом начальном движении немцев с северо-востока на юго-запад, в области Римской империи, где уже заложен был прочный фундамент европейской цивилизации, и славян, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девственной и обделенной природой пространства. В этом противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племен. О первоначальном различии в характерах их, о преимуществе в этом отношении одного перед другим и о влиянии этого различия на историю мы не имеем никакого права заключать по недостатку известий. Мы видим только, что одно племя изначально действует при самых благоприятных обстоятельствах, другое – при самых неблагоприятных. Конечно, для славянина, то есть преимущественно для русского, есть сильное искушение предположить, что племя, которое при всех самых неблагоприятных условиях умело устоять, окруженное варварством, умело сохранить свой европейско-христианский образ, образовать могущественное государство, подчинить Азию и Европе, что такое племя обнаружило необыкновенное могущество духовных сил, и, естественно, рождается вопрос – племя германское, поставленное в таких неблагоприятных условиях, сумело ли бы сделать то же самое? Но неприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру. Словения на Великой Восточной равнине Европы, их селения виднеются по Днепру и его притокам, по Днестру, западной Двине, Океа, по Ильменской озерной системе. Они живут отдельными родами. Каждый род под своим родоначальником, живут иные в городах. Но это громкое слово «город» не должно смущать нас, возбуждать мысль о противоречии между существованием городов и особного родового быта. Городом называлось всякое укрепление, всякая городьба, и сравнительное изучение явлений вполне объясняет дело. В XVII веке русские военные отряды, распространяя власть великого государя по Северной Азии, находили туземцев, живших отдельными родами. Каждый под властью своего родоначальника или князца. Но обыкновенно жилища семей, составлявших род, были укреплены, обнесены остружками, которые русским людям надобно было брать иногда приступом с кровопролитием. В Аструшке бывало по четырнадцати юрт, а юрты большие, в одной юрте жило семи по десяти. На севере и северо-востоке от славян жили финские племена под подобными же формами быта. На юге и юго-востоке толпились хищные кочевники, сменявшие, толкавшие друг друга. Славянам по временам тяжело приходилось от них, не спасали города, падавшие в одиночку в бесполезном сопротивлении, и степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. Промчится буря, и все опять, тихо и однообразно, по-прежнему. Степные хищники исчезнут, оставив только пословицу «изгибоша яка обри». Силы не возбуждаются постоянным присутствием врага. Как возбуждены были силы германцев враждебными движениями римлян? Да и как были бы возбуждены эти силы, когда племена разбросались, затерялись на таком огромном пространстве? Было бы слишком смешно думать, что племена были многочисленные и наполняли сплошь пространство. Поверка готова. Многочисленно ли было здесь народонаселение спустя много и много веков после описываемого времени? И теперь наша восточная равнина принадлежит к малонаселенным частям Европы. Что ж было за тысячу лет назад? Но пробил час. Историческое движение, историческая жизнь началась и для Восточной Европы. По водной дороге, тянущейся с небольшим перерывом или волоком от Балтийского моря к Черному, показываются лодки, наполненные вооруженными людьми. Плывет русский князь из Новгорода с дружиною. «Платите нам дань», повторяет он в каждом селении, у каждого осторожка славянского. Требования не новые. Несут меха, лишь бы только избавиться поскорее от гостей. Но на этот раз гости не исчезают, как авары, не уходят в Донские и Волжские степи, как казары. На высоком западном берегу Днепра поднимается город, стольный город княжеский, мать городов, Киев. Князь усаживается здесь с дружиною. Окрестным племенам уже нет более покоя. По всем рекам и речкам ходит князь с дружиною, собирает дань. Куда не придет сам князь, придет муж княжей, с своей дружиною заданью. Смотрят, гости рубят городки и усаживаются в них, садятся в старых городах, которые повыгоднее стоят и которые побольше. Кличут клич. Кто хочет селиться около городов, будет защитой льгота. Кто знает, нужное ремесло будет поживо. Дорого будут платить ратные люди, которым не самим же все на себя делать. И города населяются. Начинаются в них торги, стягивается народ отовсюду. Пустеют села. Князек-родоначальник, не досчитывается многих своих, ушли в город. А все были люди хорошие, досужие на всякое дело. Но села пустеют еще больше. Кличут клич. Князь идет в поход. Собирайтесь, кто сможет. Молодежь поднимается, рубит лодки, уходит. И долго нет вести. Наконец возвращаются. Другие люди. Были они в самом цареграде. Какие чудеса там видели. Какие диковинные вещи с собою привезли. Греков победили. Несмотря на все их хитрости. Заставили дань платить. А кто отличился, тот в дружине у князя или боярина. Чудное житье в дружине. Пир, доловы с утра до вечера. Всего много у князя. Ничего не жалеет для дружины. А какой почет. Таким образом, история России, подобно истории других государств, начинается богатырским или героическим периодом. То есть, вследствие известного движения. У нас вследствие появления варяга русских князей и дружин их. Темная, безразличная масса народонаселения потрясается. И происходит выдел из нее лучших людей по тогдашним понятиям. То есть, храбрейших, одаренных большую материальную силу и чувствующих потребность упражнять ее. Старая русская песня очень хорошо определяет нам лучшего человека, богатыря или героя. Сила-то, пожилочком, так живчиком и переливается. Грузно от силушки, как от тяжелого бремени. Это мужи, люди по преимуществу, тогда как остальные в глазах их остаются полулюдьми, маленькими людьми, мужиками. Мужи или богатыри своими подвигами начинают историю. Этими подвигами их народ становится известен у чужих народов. Эти же подвиги у своего народа становятся предметом песен первого материала исторического. Воображение народа поражено подвигами богатырей, их победами над внешними врагами, переменами, которые произведены их движениями внутри. Все это, разумеется, преувеличивается, представляется в гигантских размерах. Все, выходящее из ряда обычных, ежедневных явлений, младенствующий народ приписывает влиянию высших сил, и богатыри необходимо являются существами выше простых людей, им приписываются божественные происхождения. У нас же, при неразвитости мифологии, скором влиянии христианства, богатырь хотя и не божественного происхождения, однако, по крайней мере, чародей. Князь Олег, поразивший народное воображение удачным походом на Константинополь и богатствами, оттуда привезенными, является необходимо чародеем, вещем. Самый рассказ о подвигах богатыря-чародея приобретает чудо-действенную силу. Море утихает, когда раздается песня о богатыре. Тут век про добрыню старину укажут. «Синему морю на тишину вам всем, добрым людям на послушание». Это старинное форменное присловие показывает нам, что богатырские песни впервые раздавались на тех лодках, от которых Черное море прозвалось русским. Продолжение следует... Продолжение следует...